Татарстан с гордостью принимает эстафету Победы. Свет, камера и прославленные артисты республики поют бессмертную День Победы. Если мелодию узнаешь с первых нот, то вот к словам нужно прислушаться. Великая песня, ставшая символом Победы, впервые звучит на татарском языке. Песенный марафон «Наш День Победы» объявлен во всем Приволжье. Своей версией песни на чувашском, махшанском, эрзианском, угмуртском и других языках уже исполнили наши соседи. Еще никогда раньше народная артистка республики Венера Ганиева не пела ее на татарском. Легендарную песню на татарске перевели специально для акции. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, нашим дедам, нашим отцам, которые не жалея своей молодости, своего здоровья, сил, они привели нашу страну к победе. То, что одна песня сплотит всех жителей необъятного союза, сложно было и представить еще 45 лет назад. Пока в 75-м фронтовик Владимир Харитонов не предложил композитору Давиду Тухманову свои стихи. Получилась песня. Через полгода она обрела голос. Голос Льва Лещенко. В Алма-Ате на одном из концертов, это в преддверии праздника, я ее спел. И, конечно, успех был совершенно невероятный. Люди встали, люди плакали. И она стала действительно такой безумно популярной. За эти годы День Победы стал и гимном народа-победителя. Песню играют оркестры, на парадах, поют артисты и подхватывают каждый. День Победы, как он был, и стар, и млад. И словно в строчках Дня Победы с сединой на висках вспоминают об этих героических годах наш земляк, герой Советского Союза Борис Кузнецов. Он помнит, как пять долгих лет с боевыми товарищами они буквально этот день приближали как могли и как со слезами на глазах ликовали на первом параде Победы в Москве. Патриотизм нашего народа, вооруженную силу сыграла огромный роль в уничтожении, пошире на земле. Борис Кириллович один из немногих ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной в Республике. Сегодня у нас осталось 1440 непосредственных участников войны. Всех их мы помним и чтим. Они не остаются без внимания волонтеров, врачей. В годовщине Победы ветераны уже получают по 100 тысяч рублей. 75 тысяч из федерального бюджета, 25 тысяч из республиканского. 25 тысяч мы будем участникам и по 5 тысяч труженикам и вдовам тоже решение пройдет. Это свыше 200 миллионов рублей. Мы тоже будем. Здравствуй, мама. Воспратились мы не все. Босиком бы пробежаться по России. Имена тех, кто не вернулся с полей сражений, высеченные на пантеоне у вечного огня в парке Победы. Каждый год в День Победы к нему приходят тысячи татарстанцев, чтобы преклониться памяти отцов и дедов. В этом году коррективы внес коронавирус. Но 9 мая мемориальный комплекс пополнится еще одним символом Победы. Через несколько дней в День Победы здесь откроют памятник воину-победителю, прообразом которого стал тот самый Гази Загитов, который одними из первых удрузил знамя Победы над Рейхстагом. Был ранен в грудь, но продолжил бой. 9,5 метровый монумент отлит из бронзы и будет установлен на этом постаменте. В войну-то СССР был одной из тыловых баз Красной Армии. В республике было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, развернуто больше 50 эвакогоспиталей. Надежный тыл помогал ковать Победу фронту. На войну ушли 700 тысяч жителей республики. Не вернулся каждый второй. Но каждого помнят благодарные потомки. Каждый год десятки тысяч татарстанцев выходят с их портретами на бессмертный полк. В этом году из-за пандемии он пройдет онлайн. Подготовка уже идет. Есть несколько вариантов. Это выкладывать в социальные сети фотографию, информацию о своем родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне. На сайте бессмертный полк России можно авторизоваться и добавить информацию о своем родственнике туда. Бессмертный полк обязательно пройдет и на нашем канале, в телеформате. И подготовка уже идет. А что точно известно о праздновании Дня Победы в республике, завершается акция «Сад памяти». В ее рамках уже почти полмиллиона деревьев высажены в память о тех, кто не вернулся из боя. Планируется проезд ретро-колонны военных машин по знаковым местам Казани. И уже стартовала онлайн-акция «15 песен до Победы» камерного хора республики под управлением Меляуши Томиндаровы. Ожидается, что 9 мая к исполнителям присоединится тысячный хор. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.